Наше предприятие по производству порошковых фармацевтических препаратов в Кемерово работает на рынке лекарственных средств более 20 лет. В прошлом году руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. На общем собрании по развитию производства главный инженер предложил приобрести декапсульную машину. У нас, иначе говоря, на участке производства и заполнения капсул часто образуются капсулы с механическими повреждениями. Стенки капсул формируются с применением водорастворимого желатина. Заполняются твердые желатиновые капсулы порошком. Главный инженер предложил проводить декапсуляцию при помощи автоматического оборудования. Капсулы и порошок планировалось при возможности возвращать сортировать отдельно. Я на предприятии работаю 10 лет в ведущего технолога производства и мне была, по сути поставлена задача, заняться поиском и покупкой на участок производства и заполнение капсул декапсульной машины. Я приступил к поиску. Инженер порекомендовал мне обратиться сначала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал желаемые параметры и возможности машины. Конкретную декапсульную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что конкретно таких машин они не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит оборудование для раскрытия капсул. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование с производительностью 20 тысяч штук в час. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска производителя декапсульной машины. Потом я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку и перед тем, как связаться с ним решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представленный видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современную декапсульную машину. Он предложил вариант автомата, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку декапсульной машины. Через месяц после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Перед отправкой специалист выслал видео, где мы смогли увидеть нашу декапсульную машину. Через воронку цельные красные капсулы загружались в основной бункер. Капсулы заполняли ячейки из которых, в принципе они поступали на разделение целостности и выгрузку содержимого порошка. Капсулы выгружались в емкость для сбора. Машину доставили согласно договору через месяц. Оборудование, как я и хотел, было по сути компактным с простыми и удобными элементами управления. Руководство, и я в том числе, осталось довольно предложенным вариантом декапсульной машины. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация профессионала ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.